Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Эпид-обстановка по коронавирусу ухудшается. Растет количество не только заболевших, но и тех, кто с ними контактировал. На сегодняшний день 753 человека региональным управлением Роспотребнадзора отправлены на карантин. Растет потребность у населения волонтерской помощи. Строительство игровых площадок и зон отдыха в районе улицы Строительной и Детского сада Радуга идет полным ходом в Наринмаре. Объекты для благоустройства этих территорий выбрали сами жители города, приняв участие в 2020 году в рейтинговом голосовании. Более десятка фрагментов глиняной посуды эпохи Средневековья удалось найти археологам в ходе очередной экспедиции в районе озера Салендейты в западной части Большеземельской тундры. Они станут частью музейного фонда Ненинского округа. В регионе выявлено еще 9 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 20 человек. На лечении находится 300 пациентов. 753 на карантине. Такова ковидная статистика минувших суток. На лечении в стационаре Ненинской окружной больницы находится 79 человек. Амбулаторное лечение получают 221 жители региона. Все амбулаторные пациенты и лекарственные средства получают бесплатно. Также им будут выдаваться на период острого течения заболевания пульсоксиметры. 100 приборов уже доставлены в Ненинскую окружную больницу. Прибор позволяет следить за уровнем кислорода в крови. Он прост в обращении в домашних условиях. При значительном снижении сатурации лечащий врач будет принимать решение о госпитализации. Также Ненинскому автономному округу выделено свыше 9 миллионов рублей на поддержку систем здравоохранения во время пандемии новой коронавирусной инфекции из Государственного резерва. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выделенные дополнительные средства повысят запас прочности системы здравоохранения региона и будут направлены на оплату медицинской помощи пациентам с COVID. Средства предназначены для использования в системе обязательного медицинского страхования, в том числе для финансового обеспечения стационарного лечения пациентов. Денежные средства будут выделены всем регионам России. На эти цели направлено более 85 миллиардов рублей. Все необходимые соглашения с регионами будут заключены в течение ближайших 30 дней. Контроль эффективности расходования федеральных средств возложен на Минздрав России. Напомню, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе посты контроля за распространением новой коронавирусной инфекции открыты в Наринмаре, НИСИ, ОМИ и Пёше, а также в напричалах Барш. Жителям, которые прибывают в округ из-за его пределов, необходимо предъявить документы, подтверждающие отсутствие COVID-19. Один на выбор. Это может быть сертификат о перенесенном заболевании, который формируется на портале госуслуги, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. На сегодняшний день несовершеннолетним жителям округа ни один из этих документов не требуется предъявлять на посту контроля. Взрослым жителям округа, пребывающим без таких документов, можно сдать ПЦР-тест на постах эпид-контроля. Стоимость анализа – 1000 рублей. Ответ будет готов на следующий день. Эпид-обстановка в регионе ухудшается. Количество заболевших коронавирусом и контактировавших с ними растет с каждым днем. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненецкого автономного округа, отправленных Роспотребнадзором на карантин, волонтеры активизировали работу по доставке продуктов и медикаментов тем, кто сегодня нуждается в этом. Третья волна пандемии коронавируса развивается в округе стремительно. На сегодняшний день 753 человека находятся на учете в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшие с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста. Волонтеры ресурсного центра продолжают помогать нуждающимся в решении бытовых вопросов. После поступления заявки добровольцы предварительно проходят инструктаж. Также они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Жители округа, которые находятся на самоизоляции и нуждаются в помощи, могут обратиться за помощью к волонтерам с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефону, который вы видите на своих экранах. В Ненецкую окружную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило оборудование для кардиологического кабинета. Аппараты для диагностики заболеваний сердца закуплены за счет федерального и окружного бюджетов. Подробнее в следующем сюжете. Эти небольшие переносные регистраторы для диагностики сердечного ритма пациенты носят на себе в течение суток, что позволяет выявить те нарушения, которые сложно увидеть специалисту при обычном кардиографическом обследовании в кабинете врача. Те ночные эпизоды, которые, возможно, человек не ощущает, поскольку он спит, мы всегда это можем проанализировать на мониторе. Кроме того, жалобы на сердцебиение, которые нередко пациенты предъявляют, возникают у них при определенных обстоятельствах, которых мы не можем фиксировать. Например, после приема пищи провоцируется нарушение ритма, мы не можем такие условия им предоставить для того, чтобы зарегистрировать ЭКГ. Поэтому это позволяет нам провести более детальное исследование нарушения ритма. Аппарат может применяться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Подобные регистраторы используются на протяжении нескольких лет. Ранее они имели более громоздкий вид и были не совсем удобными. Обновленная версия отечественного оборудования поступила в Нинецкую окружную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального и окружного бюджетов. Программа у нас сформирована, утверждена постановлением в администрации. Программа ютеза номер 319-П. В рамках этой программы в этом году у нас скупается медицинское оборудование. Оборудование идет экспертного класса для замены имеющегося, которое уже морально и материально устарело. Кроме того, в отделении функциональной диагностики поступил современный дефибриллятор для оказания неотложной помощи. Как отметила Елена Левина, программа рассчитана на 4 года. До конца текущего года в медицинской организации Нарьенмара будет закуплено еще 22 единицы нового оборудования. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Нинецкой окружной избирательной комиссии продолжается регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Накануне избирком выдал кандидатские удостоверения еще двум претендентам на депутатский мандат – Николаю Миловскому представителю партии «Коммунисты России» и Михаилу Райну, выдвинутому на выборах от партии КПРФ. Оба – депутаты собрания Нинецкого автономного округа. Представленные кандидатами документы и сведения были проверены в соответствующих организациях и надзорных органах. Замечаний и расхождений не выявлено. Таким образом, в настоящее время по Нинецкому одномандатному избирательному округу номер 221 зарегистрировано трое кандидатов – Сергей Коткин – «Единая Россия», Николай Миловский – «Коммунисты России» и Михаил Райн – КПРФ. Всего документы на регистрацию подали шесть человек. Среди них – представитель ЛДПР Андрей Спиченков – депутат собрания депутатов Нинецкого автономного округа. От «Справедливой России» документы в УОК Рейсбирком сдал Олег Брискаленко – уроженец Кировогородской области, 1969 года рождения. Работает в обществе с ограниченной ответственностью опора. Еще один выдвиженец – Дмитрий Никитин, уроженец Приморского края, 1979 года рождения. Помощник депутата Госдумы 7-го созыва Андрея Палкина от Архангельской области. Окружной избирком вместе с федеральными органами проверяют документы потенциальных кандидатов на наличие гражданства, судимости, профессионального образования и еще по ряду аспектов. Окружной избирком вместе с федеральными органами проверяют документы потенциальных кандидатов на наличие гражданства, судимости, профессионального образования и еще по ряду аспектов. Регистрация кандидатов должна завершиться до 4 августа. После этого дня мы уже с вами будем понимать состав списка кандидатов по бюллетеню по одномандатному избирательному округу номер 221. Более десятка фрагментов глиняной посуды эпохи Средневековья удалось найти археологам в ходе очередной экспедиции в районе озера Салендейты в западной части Большеземельской тундры. После детального изучения находки пополнят фонд музейного объединения Ненинского округа. Александр Литкова расскажет подробнее. Стоянка на озере Салендейты в Большеземельской тундре была открыта еще в 2009 году. И в рамках новой экспедиции археологи продолжили раскопки на местах, которые уже были исследованы. Размер обследуемого участка составил 32 квадратных метра. Глубина почти 2 метра. При этом из-за большого количества песка работа была затруднена. Культурный слой находился под практически метровым слоем, скажем так, не культуросодержащим. То есть сначала удалялся вот этот пустой песок, после чего мы перешли к разборке непосредственно культурного слоя. Раскоп традиционно разбивался в прямоугольной форме, разделен на условные квадраты со стороной по 2 метра. По обнаруженным находкам сотрудники музейного объединения предположили, что данная стоянка относится к периоду Средневековья. А народ, который оставил следы своего пребывания, обитал здесь преимущественно в летний период, занимаясь рыболовством и охотой. Более десятка фрагментов глиняной посуды были обнаружены рядом с двумя кострищами. При попытках его реконструировать, чтобы даже кое-что и получится, верхняя часть здесь таким образом соединяется, и еще один фрагмент получается вот таким образом. То есть здесь у нас, получается, соединяются 4 фрагмента. Они были найдены на некотором отдалении друг от друга, но понятно, очевидно, что это одна и та же часть, точнее, часть одного и того же глиняного сосуда. Алексей Каратаев говорит, что такие находки в виде крупных частей одного глиняного сосуда встречаются не так часто. Многое может рассказать и орнамент керамики. Орнамент керамики является одним из самых важных исторических источников. И вот эти данные по орнаментации керамики позволили предыдущему исследователю памятника, Александру Михайловичу Мурыгину, сделать вывод о том, что этот памятник близок к населению, которое проживало на территории Западной Сибири. То есть это Обско-Ямальский регион. То есть население посетило и территорию Большеземельской тундры, преодолев такие довольно значительные расстояния. Сейчас сотрудники музейного объединения изучают полученные материалы. Затем приступят к написанию научного отчета, после чего находки пополнят фонды музея. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Проекты-лидеры рейтингового голосования за приоритетные территории для благоустройства активно реализуются в столице Ненинского автономного округа. В текущем году в Наринмаре построят большие игровые кластеры на улице Строительной и в районе детского сада «Радуга». Подробности у Катрины Тайбарей. Проект по формированию комфортной городской среды активно реализуется. И в скором времени прямо здесь, во дворах по улице Строительной, развернется современная детская игровая площадка. Работа кипит. Строительство игровых площадок и зон отдыха в районе улицы Строительной и детского сада «Радуга» идет полным ходом. Подрядные работы в соответствии с контрактом выполняет индивидуальный предприниматель. На данном этапе у нас уже произведена линейная планировка участка. Как видите, уже укладываем брусчатку. В этом году решили попробовать какие-то новые цвета, более яркие. Так это детская площадка, все-таки хотелось бы, чтобы здесь было, скажем, такие цветные яркие краски для детей. Как сообщает застройщик, основные работы будут закончены в срок. Но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране задерживается поставка малых архитектурных форм для площадки. В конце августа поставят почти весь объем детских игрушек, кроме двух больших комплексов, которые аж в конце сентября будут отгружены. То есть, соответственно, детские площадки мы будем стараться открыть как можно раньше, но уже будет зависеть не от нас, а от завода, который изготавливает их. На территории в районе домов номер 10 и 11 по улице Строительная будут установлены большой игровой комплекс, беседка для родителей, качели, детская юла и многое другое. А также всесезонная ель, что позволит жителям микрорайона проводить здесь новогодние праздники. В районе детского сада «Радуга» помимо перечисленного будет установлена тарзанка, топиарии в виде зайчиков, гномиков и грибочков. А также будет сформирована аллея. Будет такая, как знаете, детская сказка, где дети будут мимо покататься на тарзанке, смотреть по сторонам и видеть ландшафт в виде озеленения и топиарии. Проекты по обустройству общественной территории на улице Строительной и в районе детского сада «Радуга» заняли первое и второе место в рейтинговом голосовании за приоритетные объекты для благоустройства в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», которое прошло в 2020 году. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сотрудники Ботанического института имени Владимира Комарова и Санкт-Петербурга завершили экспедицию на территории заказника Ненецкий, который находится под управлением одноименного природного заповедника. Предыдущая экспедиция работала в этом месте более 20 лет назад. Работы проводились на Ненецкой гряде, в том же районе, где в 1998 году уже работала совместная российско-голландская экспедиция. Ботаническому десанту необходимо было в течение трех недель оценить современное состояние и динамические процессы растительности на территории заказника в полярных широтах. Для этого среди прочих исследований были выполнены повторные описания геоботанических площадок, заложенных 23 года назад. Наряду с классическими методами описания растительности были применены беспилотные летательные аппараты – мультиспектральные датчики, которые позволяют строить трехмерные модели местности, различные отражающие пространственные свойства типов растительности. Подобные экспедиции необходимы, чтобы следить за динамикой поведения растений в условиях изменения климата. Сотрудники Ботанического института с помощью современных технологий создали трехмерные карты местности. По результатам экспедиции планируется создать крупномасштабную геоботаническую карту, провести классификацию места обитаний. Именно охрана и мониторинг места обитания редких и нуждающихся в охране ботанических видов лежат в основе природоохранной деятельности. Исследования проводились в рамках гранта Российской академии наук. Ботанический институт имени Комарова – одно из старейших научных учреждений России. Он был основан в 1714 году Петром I как аптекарский огород. Первоначально в его цели входило выращивание лекарственных растений для армии, но уже в первые десятилетия его деятельности здесь начали заниматься научной работой. В Ненецком округе продолжают фиксировать случаи пропаганды распространения наркотических веществ в социальных сетях среди несовершеннолетних. Подробности далее. Под предлогом дополнительного заработка для несовершеннолетних жителей округа в социальных сетях были опубликованы предложения по распространению наркотических веществ за определенную сумму. В настоящее время в различных мессенджерах сети интернет активизировали злоумышленники с предложениями об оплачиваемой работе в качестве распространителя наркотических средств. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу призывают граждан быть бдительными при поступлении предложений по подработкам сомнительного характера от малознакомых и неизвестных лиц. Распространение наркотических веществ является преступлением, за которое наступает уголовная ответственность. Часть 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные организованной группой. Данные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо в случае особо крупного размера пожизненным лишением свободы. Сотрудники полиции просят сообщать о фактах продажи или употребления наркотических веществ в региональное управление МВД по короткому номеру 02 или по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.